Это видео обзор и видео отзыв на книгу Айзека Азимова «Основание». Другие названия Академии, фонд, организация. В целом все эти переводы имеют место быть на русскоязычном пространстве. В оригинале Айзек Азимов Foundation. Всем привет, меня зовут Дмитрий и сегодня мы поговорим о основании книги Айзека Азимова. Это третья книга серии «Основание». Первые две книги я уже разобрал, вы можете посмотреть их здесь, вверху по ссылке два видео, пожалуйста. И пора переходить к основной серии «Фоундейшн». Это «Основание», «Основание и империя» и второе «Основание». Начну я в этом видео расскажу про книгу «Основание». Точнее сказать, скорее не про книгу, а про мои впечатления о книге, потому что я хотел бы, чтобы вы ее прочитали. И я сам не люблю, когда много спойлеров перед тем, как я читаю какую-то книгу, я не люблю читать о чем она, то есть какие события в ней произойдут. Поэтому я постараюсь избегать описания сюжета, насколько это будет возможно. Что не понравилось сразу? Давайте с этого начнем. Что не понравилось? Я прочитал книгу «На пути к основанию», которая заканчивается тем, что Гарри Селдон записывает видео для своих потомков, в котором говорит о том, что будет происходить через 50, 80 лет, 150 лет, 300 лет и так далее. То есть он предсказывает события на основе психоистории, которую он создал и разработал. И книга «Основание» начинается с того же самого, только другими словами. То есть Айзи Козимов тратит еще не знаю сколько, 20-30 страниц текста на то, чтобы рассказать нам о вот этой задумке Гарри Селдона. Да, именно сейчас, допустим, в 2020 году это смотрится как-то не очень хорошо. Но я напомню о том, что книга «Основание», то есть самая первая книга, вышла в 1951 году. И читателю, если не дать ему вот этой затравки, не дать этого объяснения о Гарри Селдоне, кто это такой, он ничего не поймет. Но поскольку книги переиздаются так, как они были в оригинале, то, соответственно, из песни «Слово не выкинешь» эта глава осталась. То есть ее можно прочитать по диагонали, если вы читали «На пути к основанию». И дальше, о чем рассказывает дальше, Гарри Селдон появляется только в критические моменты истории. И, значит, первые 50 лет, коротко опять же, давайте сейчас я вот этот тайм-код запишу, 3.20, и здесь будут небольшие спойлеры. Значит, Гарри Селдон первый раз появляется в своем склепе, который он специально создал на Терминусе, специальной планете, которая была выбрана для первого основания. И там запускается в автоматическом режиме видео с его изображением, где он говорит о том, чего достигло основания, как развиваются дела в Империи и что будет дальше. Вкратце. Но обычно он говорит, что дальше я не буду вам ничего предсказывать, потому что вы должны сами в это все прожить. И приходите там, допустим, через 80 лет. В первое свое появление Гарри Селдон говорит, что все, вся работа, которую делала основания по разработке психоистории здесь, на Терминусе, она, это фейк. То есть она никому не нужна. Эта работа абсолютно бесполезна, что вы можете и дальше этим заниматься, но никакой пользы это не принесет. И с этого момента власть от главы основания, главы академии, в принципе да, в русском переводе и так, переходит на планете к мэру, мэру Терминуса. То есть к гражданской власти. От ученых власть переходит к гражданским людям. При этом основание практически полностью отстраняется от участия в политической жизни Терминуса. И Терминус начинает развиваться как торговая планета. Какие мои впечатления? Большая разница в языке автора. Если в книге 88 года «Прелюдия к основанию» автор говорит, автор пишет очень бодро, очень четко, очень споро. То есть у него речь просто из него вытекает, как будто это ручей. То в первой книге вот этой серии Foundation, которая вышла в 1951 году, это вязкий текст. Вязкий текст автор, скажем так, видимо еще не набил руку, еще он достаточно молод, еще не обладает, скажем так, авторским мастерством. И это очень сильно заметно. То есть переход от первых двух книг «Прелюдия к основанию» и «На пути к основанию» к первой книге основной серии или третьей книге по хронологии событий, происходящей в Галактической империи, то очень большой разрыв, разрыв в, как это слово подобрать, компетенция автора, профессиональное мастерство, мастерстве автора. То есть как он может выражать мысли на своем языке. Да, и здесь я конечно, да, я сделаю здесь большое отступление по поводу того, что прошло между написанием этих книг, прошло почти 40 лет. 1951 год и 1988. 37 лет прошло между этими двумя книгами, но скорее всего прошло больше лет, потому что вот эти первые три книги, скорее всего, автор начал писать еще в середине 40-х. Вот это очень сильно тормозит чтение, очень сильно тормозит чтение первой трилогии, основной трилогии Foundation. Соответственно, эта трилогия зашла очень и очень тяжело. Некоторую часть из этих книг я слушал видео-аудиокниг. Это позволило сильно сократить время на ознакомление с этими произведениями. Вкратце это все, все впечатления, которые я могу сказать. Следующая книга будет, значит, это у нас конечные заставки. Вот здесь я положу плашку на книгу «Основание и империя». Вот здесь вы можете подписаться, кликнув на мое лицо, нажав кнопку подписаться. Вот здесь будет плашка с книгой на обзор «Прелюдия к основанию». Я считаю, что это более важный обзор, чем обзор книги «Путь к основанию». До новых встреч! Спасибо вам за внимание! Желаю вам всяческих успехов! Читайте книги, подписывайтесь на мои обзоры. Всего вам доброго!